Всем привет! Меня зовут Саша и вы смотрите Parfum Stories. Каждую неделю я рассказываю вам об ароматах из своей коллекции и выбираю интересную мне тему, например, из мира искусства, литературы или кинематографа. Сегодня я хочу рассказать вам о трех моих любимых картинах итальянского чудеснейшего художника Сандро Боттичелли и, конечно же, ароматах, которые, по моему мнению, соответствуют его произведениям больше всего. А поговорим мы сегодня о следующих ароматах. Ну и обязательно досмотрите этот выпуск до конца, потому что я выберу аромат, который соответствует моему сегодняшнему настроению, расположению духа и энергии. Andiamo! Parfum Stories Итак, начать я предлагаю с моей любимой картины Сандро Боттичелли «Рождение Венеры». Когда я впервые увидела ее вживую в галерее Уфици, я была просто покорена, я действительно плакала, потому что это произведение со мной с самого детства. Я мечтала увидеть ее вживую, и это случилось. Так что же я ассоциирую, какие запахи и ароматы с этой картины? Ну, наверное, сначала нужно рассказать немножечко о символике. Сандро Боттичелли был дружен с домом Медичи, и, собственно говоря, одна из прекрасных девушек флорентийских, Симонетта Вискуччи, она же была возлюбленной младшего брата Медичи, стала прототипом той самой Венеры. Это было первое изображение обнаженной полностью девушки, кроме Евы, которую мы увидели на полотнах средневековых. Это полностью символическая картина о рождении Венеры как рождение жизни, как рождение богини любви. Ее сопровождает западный ветер Зефир, который подгоняет волны Средиземного моря, и ракушка, значит, пришвартовывается к берегу Кипра. И с ним вместе парит в небесах, дует прекрасными весенними ветрами его супруга Флора, это богиня цветов. На берегу Венеру встречает ее служанка, на самом деле это одна из четырех дочерей Зевса. В общем, все в этой картине символично, как и наличие цветов, наличие роз, которые парят в воздухе. Это тоже символы любви, но и страданий с шипами эти розы. Давайте ближе к ароматам. Я думаю, что невозможно было бы обойтись одним единственным ароматом, потому что для меня вот саму морскую пучину, Средиземноморье, эти ветра и флору цветочную, которые подгоняют Венеру к тому, чтобы она сошла на берег, это аромат от Сальвадоро Дали, Лагуна. Кажется, что он просто из 90-х, это что-то такое легкое, акватическое, но совсем нет. Да, морские ноты здесь есть, но здесь скорее пенные, свивочные волны, потому что здесь есть кокос, здесь есть лимон, ваниль, есть кедр и мускус. Это море не сильно соленое, это море теплое, это море, которое дает новую жизнь, мягкую, нежную, она обволакивает Венеру. Это очень-очень приятный аромат, поэтому это вот, наверное, морская стихия и те самые нежные цветочные ветра, которые подгоняют ракушку с нашей богиней любви к берегу. Ну и, собственно, сама Венера и воздух вокруг нее, это аромат Мирополь, Жардон Дивер, это российская марка, я знаю лично парфюмера, он замечательный человек, уже в летах мужчина, очень интересный и аромат потрясающий. Это та роза, которую я всю жизнь искала. Как будто бы вы зашли в оранжерею зимой. Недаром аромат называется зимний сад по-русски. Это такая субтропическая галерея, где немножко землей пахнет, где пахнет розами именно вот субтропическими оранжерейными. Здесь еще есть и мускус, и белый кедр, и чайное дерево. Это, наверное, вот эссенция самой богини любви, и, наверное, той самой ее кожи, и запах ее волос с розовыми маслами пропитанными, молочность ее кожи, кровь с молоком, но при этом еще и прозрачность этой кожи, некая ее хрупкость, как будто бы она фарфоровая, но с розовым ароматом смешанная. Очень люблю. И вот моя парочка, которая отражает картину Сандры Боттичелли «Рождение Венеры». Итак, переходим ко второй части нашего сегодняшнего обзора, где я бы хотела обсудить еще одну мою прекрасную, любимую картину Сандры Боттичелли, которая называется «Весна». Это очень сложная, опять же, символическая композиция. Кстати, чтобы вы знали, Сандры Боттичелли изобразил целый гербарий, целую энциклопедию цветов и растений на этой картине. Там около 500 видов растений, и все они реальные. И, кстати, очень многие из них уже больше не существуют. Мы можем видеть их только на картине «Весна». Я, наверное, хотела бы просто вкратце пробежаться по героям. Мы видим три, скажем так, весенних месяца, март, апрель, май, и при этом при всем сама главная героиня, весна, ее окружают, как бы, ее слуги и составляющие ее бытия. Это, опять же, западный ветер, зефир, который прямо мы видим, как ловит свою будущую супругу Хлорис, она же потом становится Флорой, богиней цветов. В дальнейшем мы видим на картине в центре композиции среди мирта и апельсиновых деревьев, собственно говоря, саму Венеру. И дальше уже видим бога Меркурия, который разгоняет тучи над ними, над этим прекрасным весенним садом, а также танец трех прекрасных граций красоты, целомудрия и наслаждения. Ну и там маленький Эрс стреляет своими стрелами любви и пытается какую-то из этих граций там соблазнить. Ле Мро Дан Ле или дымка над водой больше всего подходит самому этому цветущему саду, в котором разворачивается вся картина весна по течели. Это вот прям буйство растений и цветов. Здесь просто все и какая-то свежескошенная трава и бурьян, и папоротники, и кедрики-парисы, и вот эта вот свежая какая-то водица или ручьи прохладные, льдистые такие, которые рядом пробегают, и дымка небольшого тумана, которая еще осталась там от утра. И, собственно говоря, очень многие виды цветов и растений, которые я даже не могу идентифицировать здесь, но вот буйство красок растений и трав увлекает, очаровывает. Это прям действительно сад богини любви. Что касается самой весны, а также флоры, которая тоже постоянно смотрит на вас с картины, очень, кстати, классная фишка. Посмотрите еще раз на эти картины. Глаза самой Венеры, богини любви, и глаза также флоры, богини цветов и всей природы, они смотрят на вас неустанно. Как бы вы не посмотрели, с какого бы вы угла не подошли, вы всегда поймаете их взгляд. Так вот, символом Венеры, как я уже сказала, является апельсиновое дерево и все возможные варианты этих цветов и этих плодов. И поэтому я подобрала, у меня пока вот в таком тестере, но я обожаю этот аромат, будут обязательно покупать полноразмерную версию. Это флор д'оранжи или, собственно, флор д'оранж от Малина. Замечательный аромат, чистейшего флор д'оранжа, немножечко здесь есть жасмина, нерали, ну, в общем, чистый, ясный, цветущий аромат апельсинового дерева и его нежнейших цветов. Вот такое вот у меня видение весны Боттичелли. Ну и третье полотно Сандро Боттичелли, которое называется Паллада и кентавр, является одним из моих самых любимых. Обязательно еще раз пересмотрите это произведение, но я вам сейчас его демонстрирую. Что же я как аромат ассоциирую с этой картиной? Там, как вы видите, два героя, поэтому я и подобрала два аромата. Начнем с Афины Паллады или на римский манер это Миневра, богиня справедливости. И она поймала, собственно говоря, вот так вот прям за волосы держит, буйного кентавра. В римской мифологии, также в греческой мифологии кентавры считались такими вечно пьяными, веселыми друзьями Бахуса, которые любили пить вино, скакать по лесам. Наполовину этот человек, как мы все прекрасно знаем, наполовину лошадь. И для него я подобрала аромат Амуаш из коллекции библиотечной Опус 1. Это два абсолютно разных аромата, и они как раз показывают очень разные персонажи и характеры этой картины. Давайте про Афину Палладу. Она чистейшая, целомудренная, при этом очень строгая, со стержнем внутри. Но, как мы видим, события разворачиваются снова где-то на итальянских берегах. Поэтому я подобрала аромат Fico Diamalfi, то есть амальтийский инжир. Это очень свежий, яркий, терпкий, зеленый аромат. Здесь явно бьет в нос сразу же прям такой молодой лист зеленый. Именно не сам плод, а именно лист инжира, терпкость апельсинов, лимонов, грейпфрута, сицилийского лимона. Что же по кентавру, который явно провинился и которого поймали из-за его шалости за волосы. У него жалостливое лицо. Пощади меня, богиня, пощади, я больше так не буду. Нагулялся, видимо, где-то с Бахусом, а потом расплачивается. Очень плотный, тяжелый аромат здесь и, конечно же, амбра, и мускус, и кедр, и какой-то перец, сплошные бальзамы, уд, очень много дерева. Все это настоялось на каком-то алкоголе очень долго. И явно наш кентавр где-то еще бегал, потому что какие-то анималистичные ноты чувствуются, кожаные немножечко подтоны. В общем, кентавр на самом деле мог бы так прекрасно пахнуть и благоухать. Так что Афина и кентавр это вот эти два аромата для меня. Вот такой странный, может быть, немножко получился у меня обзор на три моих любимых картины Сандра Боттичелли Рождение Венеры, Весна, Афина, Паллада и кентавр и ароматы, которые я подобрала к ним. Давайте подумаю, что же я сегодня по настроению хочу на себя нанести. Как вы видите, я одна из граций. Какая только красота, целомудрие или наслаждение? Ой, давайте буду целомудрием и нанесу на себя фико диамальфиум. В общем, будем такими мы дамами. Чисто некрасивыми. Чудесно. Пойду, в общем, ловить кентавров. У меня все на сегодня. Большое спасибо, что были со мной. Обязательно давайте общаться в комментариях. Пишите, пожалуйста, о том, какие вы считаете ароматы из ваших коллекций или вообще из того, что вы знаете, соответствуют моим любимым картинам Сандры Боттичелли. Что вы думаете также о тех ароматах, которые я сегодня описала. Обязательно встретимся в комментариях и на следующей неделе уже в новом выпуске. С вами была я, Саша. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok